Вы слушаете Радио Болтком Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в программе «Подоплёка» мы снова обсуждаем тему борьбы с преступностью, которую буквально несколько недель назад уже обсуждали с нашим теперешним гостем Михаилом Хессиным. Добрый день, Михаил. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Да, как вы знаете, Михаил, майор милиции, полиции в отставке, всю жизнь занимается борьбой с преступностью и в данный момент тоже этим занимается, поэтому его можно считать экспертом по безопасности бизнеса, и не только бизнеса, но и нас всех. Итак, тема, в общем-то, возникла спонтанно, потому что буквально неделю назад, 14 апреля, в госполицию поступила информация о совершении тяжкого преступления в Риге на улице Дзелзовос. Был расстрелян среди бела дня, ну, в общем-то, ранним утром, наверное, 41-летний Роман Беззубов, футбольный агент, стрелявших было трое, они преследовали его на автомобиле BMW X5, и погибший не смог, в общем-то, противостоять этому нападению, потому что, как говорят, было выпущено по нему более 20 пуль, и человек скончался, и полиция, конечно же, обратилась ко всем людям, которые могли бы, может быть, дать свидетельские показания, звонить, обращаться со своими, так сказать, свидетельствами, передавать полиции записи с камер видеонаблюдения. Министр внутренних дел уже выступил с предложением создать какую-то единую сеть видеорегистраторов, которая могла бы фиксировать дорожную ситуацию и ситуацию с преступностью, и оперативно реагировать. И вспомнилось о том, что, ну, в принципе, существуют какие-то механизмы для оперативного отслеживания подобных ситуаций, поиска преступников, их блокирования, там, операция «Кольцо», операция «Перехват» и так далее. И вот как раз об этом, можно ли это организовать и как это сделать оперативно, вот предложил поговорить Михаил, и я думаю, что это очень важная тема, поэтому мы приглашаем и вас, радиослушатели, обращаться, может быть, со своими предложениями, со своими мыслями на эту тему по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9 и участвовать в нашей сегодняшней беседе. Итак, Михаил, что мешает, ну, вот, раскрывать подобные, в общем-то, громкие, ну, дерзкие преступления по горячим следам? Ведь мы помним, что буквально пару лет назад аналогичным образом был убит администратор неплатежспособности Бункус, тоже в центре города, не на темной улице, а среди бела дня. И вот теперь снова подобное преступление, которое вдруг нас возвращает мыслями к 90-м годам, когда такие убийства заказные, в общем-то, были, ну, какой-то частью жизни, потому что преступники боролись за передел в сферу влияния, не знаю, что там еще происходило. Вот ваши мысли, почему вдруг снова это стало возможным и как с этим бороться? Люсь, ну, вы тут сразу задали много вопросов, почему стало возможным преступность явления социально, и социальные причины, и есть объяснение того, почему это вдруг стало возможно. Не будем сейчас касаться этих тем, это совершенно другой разговор, и я думаю, что 50, 70, 80 процентов населения прекрасно на себе понимает это ухудшение социальной ситуации в своей жизни и во всем остальном. Точно так же можно говорить о том, что и криминалитет благополучно возвращается из тех стран, куда он в свое время эмигрировал, то есть мы благополучно экспортировали преступность, сейчас она возвращается назад. Но возвращается назад и в виде, скажем, тех людей, которые участвовали в разных вооруженных конфликциях на территории бывшего СССР и не только. Мы их там, некоторых из них там лечим в разных учреждениях, оказываем им поддержку, потому что они борются с общим как будто бы врагом и так далее, и так далее. Эти люди привыкли убивать, они охотно подписываются на возможные деньги, не все, конечно же, не все, но среди них есть авантюристы, готовые подписаться на такого рода действия на чужой территории, понимая, что потом уедут и ищут вещи. И здесь есть другая проблема, о которой мы поговорим в том числе. Что хочу сказать, что сейчас весь наш политический ОМОН, скажем так, связанный с темой борьбы с преступностью, озаботился, наконец, тем, что у нас отсутствует Академия полиции. Сначала были озабочены тем, что она присутствует, сейчас озабочены тем, что она отсутствует. Давайте об этом поговорим. Для того, чтобы создать правовую базу, для того, чтобы создать эту самую Академию полиции, потребуется пару лет. Ее создадут, наберут выпускников, абсолвентов, не выпускников наоборот, наберут поступающих, хотя поступающие отучатся 4 года. Итого через 6 лет мы увидим первых выпускников этой Академии. Для того, чтобы стать хорошим работником, это старинное правило, ОПЕР должен на земле поработать не менее 3 лет. И таким образом через 9 лет мы, возможно, получим ту плеяду первых выпускников этой Академии, которые будем считать профессионалами. Какое это имеет отношение к раскрытию этих преступлений, которые совершаются сейчас? Никакого. Но именно этим озаботился наш БМОН. Да, полицейскую Академию восстанавливать надо. Но это не решит проблему преступности сейчас. Проблема раскрытия по горячим следам, она всегда сводится к оперативности реагирования. Как обеспечить оперативность реагирования? Вот случилось событие какое-то. Первое, что нужно сделать, это, конечно же, то, что мы назвали план «Перехват», назовем как угодно. Я не знаю, существует ли сейчас именно такой план с таким названием. Но для того, чтобы его осуществлять, нужны силы и средства. Какие силы и средства задействуются в такой ситуации? Это патрульно-постовая служба, это какие-то иные имеющиеся полицейские силы в городе, в регионе. В каком регионе? То есть, для начала нужно определить широту. Можно ли использовать муниципальную полицию? Конечно, можно. Но Икея находится на территории Риги или на территории Истопинского края? Я не знаю. Я знаю, что там есть объекты, которые полобъекта принадлежат к Риге, и туда может выехать муниципальная полиция. А другая половина объекта принадлежит уже другому самоуправлению. Другая муниципальная полиция, если она вообще есть. Поэтому, если мы говорим о том, что можно задействовать и муниципальную полицию в такой ситуации, то как-то нужно ее экстерриториальность определить. То есть, она может быть задействована и за территорией своего участка. Наверное, есть на это правовая база. Что было хорошо забытое старое? Вот вернулись к Академии полицейской. Это хорошо забытое старое. Сейчас решили, ба, да мы зря это сделали, наверное. Почему это сделать? Второй вопрос. Потому что считается, что рынок все отрегулирует. Зачем нам полицейская Академия? Пусть будут у нас выпускники университетов, пусть будут в Традоне готовить или еще где-то в медицинском вузе юристов для работы в полиции. Вы знаете, вот опять возвращаясь к еще более далеко забытому прошлому, в свое время для того, чтобы опер стал опером, помимо того, что у него было высшее образование, даже если было и высшее юридическое образование, их направляли на курсы первоначальной подготовки, которые очны, которые лились в разном месте, от трех месяцев до семи месяцев. Я, например, проходил семимесячный курс. Это реально очень серьезная школа, где нам давали серьезную оперативно-рыскную подготовку, скажем так. То есть просто образования не хватает. Нужно еще юридическое образование, нужно еще иметь специальное образование, нужно иметь навыки специальные, которые вырабатываются тренировками. У нас этого нет. Просто выпускник юрфака, даже блестящий, даже с красным дипломом, не сможет завтра раскрывать преступление. Потому что это ремесло, помимо того, что набор знаний. Это еще ремесло. Так вот, ранее для таких ситуаций использовалась такая структура, которая тоже благополучно оканула в лету, как Валст Абсорды. Абвия Неба, Валст Абвия Неба, Абсорды. То есть это внеедовственно охрана в советское время, потом было реорганизовано в эту структуру. То есть это были полицейские на улицах, которые охраняли, отрабатывали сигналы тревоги по коммерческим договорам и выезжали на эти тревоги. Но в необходимости, в необходимом случае, так как реально по тревогам любой экипаж патрульной службы задействован, ну, я не знаю, 5-10% времени. Остальное время он просто смотрит на проходящих мимо девушек, покупает кофе, читает интернет. Поэтому объективно ему нечего делать, то есть вот он, ну, нечего ему делать, отдыхает. Ну, понятно, сигналы тревоги поступают время от времени, а не 24 часа в сутки. В основном это тревоги, открытие, закрытие магазина из-за неправильных действий работника, потому что он не так код назвал, забыл, перепутал. То есть это ложные срабатывания, которых тоже процентов 90 от всех срабатываний. Конечно, самое тревожное, самое серьезное, это срабатывание на так называемую тревожную кнопку, когда действительно есть хулиган, дебошир, грабитель, все что угодно, это можно экстраполировать до бесконечности, который, ну, так сказать, утихомерить которого может только приехавший экипаж. Ну, то есть раньше вот эти, Михаил, извините, перебила, то есть раньше эта служба вне ведомственной охраны могла подключаться к полицейским операциям? Да, она была включена в единую дислокацию сил и средств. Вот эта единая дислокация сил и средств, она крайне необходима. Но когда, и она, это вне ведомственной охраны, она же потом, а где-нибудь абсурда, это была, ну, половина всех средств, которые находились на улице, то может и больше. Понимаете, да? Их убрали, потому что рынок отрегулирует все. Ну, или, может быть, потому что нужно было освободить площадку для каких-то там скандинавских компаний. Я уж не знаю, какие мысли приходили в голову тем блестящим руководителям, альтернативно одаренным, которые принимали такое решение. Вот. И таким образом, о чем мы поговорим, может быть, уже в следующей части, или я уж не знаю, как могу продолжать, таким образом работали все работники полиции, милиции, полиции, которые находились в регионе. По плану они перемещались куда нужно, они подчинялись дежурному по городу в такой ситуации, и дежурный по городу, или оперативный штаб, который возникал, руководил их действиями. Тогда это было эффективно, и главное, на улицах были экипажи, полицейские, а не экипажи охранных фирм, которые сегодня вооружены дубинкой, в лучшем случае. Ну, если у них есть пистолет, то это пистолет его частный. Ну, собственно говоря, если была ликвидирована эта государственная служба Абсардзе, я могу предположить, что при обсуждении этого решения были рассмотрены какие-то аргументы, например, то, что государство не должно заниматься охраной частных объектов, но при этом, ну, как бывает, с водой вместе выплеснули ребенка, то есть получается, что вот это место, которое занимала служба вне ведомственной охраны или объединение Абсардзе, оно осталось пустым. На его место пришли частные компании, которые между собой никак не координированы, которые каждый работает, ну, на свое усмотрение с клиентами. И вот, в частности, ну, буквально пример из такой жизни. У меня знакомая девушка работает в магазине, ну, просто в уличном магазине, и вот они периодически, эти девушки-продавщицы, они, ну, как сказать, тревожатся, когда к ним заходят какие-то, ну, или сильно выпившие люди, агрессивно настроены, или наркоманы, или еще кто-то, ну, мало ли кто. И, конечно, у владельца есть договор с охраной фирмы, однако, хотя в договоре написано, что они приезжают через 3 минуты, по факту они приезжают через 15 минут, через 20 минут. Потом объясняют, что были пробки, они не могли проехать, поэтому владелец договорился со знакомым прорабом могучего телосложения, который там неподалеку работает, и этот прораб на общественных началах или на каких-то других вырабатывает, ну, как бы, выполняет функцию держи морды. То есть он приходит и этого взорвавшегося посетителя может удалить из магазина. Ну, первое, это как бы незаконно, потому что у человека нет сертификата. Второе, в случае чего, ну, виноват будет как раз этот доброход, который помогает девушкам обороняться. И третье, ну, фактически, то есть охрана есть, но ее нет. То есть, если бы, допустим, ну, вот эти хотя бы частные охранные фирмы каким-то образом были, ну, как бы, мобилизованы государственной полицией в какую-то единую сеть, это могло решить вопрос, как вы считаете? Нет, это не могло бы решить вопрос, нужно совершенно действовать иначе. Потому что частный охранник, он не имеет страховки, он не имеет полномочий, он не имеет вооружения, у него ограничено право его применения, ограничено право задержания людей. Значит, на самом-то деле бизнес частной охранной структуры, вот такой пультовой охраны, да, он фактически состоит из двух главных частей. Первое, это оборудование техникой объекта и прием сигнала с этого объекта. А второе, это уже реагирование. Так вот, что сделали, выплеснув и ребенка из... Вместе с водой из ванночки? Вместе с водой из ванночки, да. Они убрали все. На самом деле, на самом деле, конечно же, Вауста-Аплиони-Бакфорда была применена вот этими хозяйственными договорами, этой службой монтажа и так далее, и так далее. Это была значительная часть, затратная часть, и экипажи, ну, соответственно, тоже там имели половину, может быть, составляли половину структуры, скажем, объема структуры. Так вот, реагирование нужно оставить в полицейской структуре, в любом случае. А монтаж, прием сигнала и передача его на единый пульт в едином стандарте нужно оставить частным фирмам, потому что это будет действительно проще и эффективнее. Потому что один клиент хочет, чтобы ему просто сообщали на телефон, что у него сработала сигнализация, дальше он сам уже решает, у него в виде наблюдения и так далее. Другой клиент хочет, чтобы через 3 минуты там было 10 вооруженных охранников, и вязали всех, кого увидят, чего все равно не будет, как вы сами сказали. Потому что оперативность реагирования частной охранной структуры не могут обеспечить в принципе, хоть они как-то и объединяются, но все равно у них нету там 50-70 экипажей на город, которые были бы необходимы для того, чтобы перекрыть все. В общей совокупности охранных экипажей больше, чем 50-70. Но, увы, они не включены в единую дислокацию сил и средств даже частных охранных фирм. Я уж не говорю о том, что они совершенно бесполезны в такой ситуации. Не приди, Господь, если же частный охранник полезет соваться туда, где то, что выпустили 20 пуль. Ну, выпустят еще одну, понимаете, и что тогда. То есть не нужно этого делать, нужно просто разделить систему реагирования от системы приема и обработки сигнала. Таким образом, частник будет обеспечивать, частная охранная фирма, будет обеспечивать все потребности клиента, в особенностях передачи сигнала и так далее. И в едином стартарте немедленно передавать все данные о срабатывании, например, тревожной кнопки на пульт уже той структуры, да, региональной причем. Она не может быть Рига, Стопинский край, там, Саласпюлс и так далее. Это должны быть рижские регионы, если мы говорим о Риге, как минимум, когда войдет все это, можно сейчас слово, при Рижье и все остальное. Ну, любой человек, который сегодня слушает нашу передачу, а мы работаем в прямом эфире и готовы выслушать ваши звонки и замечания по телефонам, скажет вам, ну вот вы тут опять хотите увеличить штаты госполиции, а это финансирование, а это то, а это сё. Вот как в этой ситуации разделить, ну, деньги, да, то есть получается, что если заказчик, клиент платит за услуги охраны, то эти деньги в одной фирме перераспределяются, но одну на техническую часть идет, одна часть средств, а другая часть идет вот на оплату этих самых экипажей, их зарплаты, машин, там, оборудование, бронежилетов, еще чего там нужно им. Вот, как в этом случае тогда, ну, вы видите систему организации финансового обеспечения такой службы? Могут быть разные схемы, но одна из простых, скажем, да, то есть охранная фирма, она оплачивает лицензию, но лицензия оплачивается, должна оплачиваться на каждого объекта, за каждый объект. То есть если заключил договор, условно, обеспечение реагирования, технического реагирования к объекту А, будь любезен, там, столько-то фиксированную сумму отправлять вот в бюджет государства целевое содержание структуры на улице. То есть сегодня, так или иначе, мы все содержим какое-то количество людей на улице, охранников, которые на самом деле не обеспечивают, ну, вот, бывают молодцы иногда, там, что-то удается, но они в целом не участвуют в борьбе с преступностью как к явлениям, они не задействованы в единую дислокацию сил и средств. И на самом деле деньги на ветер, в буквальном смысле, бензин жжется, экология портится. Понятно. Так, сейчас мы сделаем небольшой перерыв на рекламу, буквально на две минуты, я вижу, что есть звонки. Пожалуйста, наберитесь терпения, через пару минут перезвоните в студию, мы обязательно вас выслушаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Дмила Борисовна Он экс-ВСМР, долгопился, да, и журналист, ну вот наняты эти бандиты, но заказчики, то есть ближнего окружения, и вот 16 апреля было 11 лет с дня смерти Немцова. До этого, в 10-м году ему дом сожгли, да, и там известно все, если вот вы любите криминальные эти фильмы, боевики, вот посмотрите, запрет на любовь, потом Сибирь, это Манамур, Сибирь, да, вот там играет и убийца, и запрет на любовь, там сюжет взят, подворотни убили, да. И этот вот наш Ламцинч, артист, его называли, как это, ну убийцей российского кино, да, он там подавил, и вот воспользовались его болезнью, он был наркоман и алкоголик, он вот лечился, дом на горе, да, по-моему, в Санкт-Петербурге, да, и вот никого из его друзей, они там обсуждали даже, может он убить, не может, но он вот убил, а заказчик, вот тот, кто им манипулировал, но полиция, вы представьте, вот таким же солнечным, солнечным, если вы были в Далгопилсе, стоматологическая поликлиника, университет, и его тут же грохнули в 4 часа вечера, и не нашли, и все на таком же уровне. Спасибо. Лизаторы, исполнители и так далее, и это, конечно, очень тревожно. Люсь, я хочу коснуться еще одного аспекта, если можно. Да. Да, ведь проблема раскрытия таких преступлений еще сводится к своевременному информированию соседей, государств, регионов и так далее. Мы, что у нас произошло на самом деле, мы действительно убрали это в Академию полиции, у нас в полицию очень часто идут для того, чтобы несколько лет поработать, потом идти в частную структуру, офицеры какие-то, да. И, то есть, у нас ослабло полицейский состав в целом. Это, ну... Объективность факта, да. Это факт, да. При этом мы открыты для преступного мира всего Евросоюза. Ладно, полагаю, что из Западной Европы к нам не поедут, но из Восточной Европы и так называемых наших союзников, там запросто могут приехать кто угодно. А единой вертикали оповещения о таких преступлениях вертикальной линии, структуры, да, не существует. Я тут и хочу вспомнить, когда-то в Юрмале было, это еще в советское время, в последние годы, было совершено ужасное преступление, убийство семьи одного из художников, не буду называть фамилию. Там четыре человека убили, в том числе маленького ребенка, убила гастролировавшая банда из Санкт-Петербурга. Убили с целью завладения имуществом, питали и так далее. Вот и раскрыто это было преступление, несмотря на то, что не смогли тогда юрмальская полиция, хотя сделала подворный обход в радиусе полутора километров каждого жителя. Каждого жителя? Каждого жителя, да. Чуть-чуть не дошли, там на очек, чуть-чуть дальше жил, неважно. Но раскрыли, потому что в свое время информировали, ну то есть по вертикали это все сработало, и опер в том, в то время в городе Ленинград получил информацию о том, что вот его подопечный, скажем так, был нарисован в море и совершил какое-то преступление, серьезное. Таким образом было раскрыто это преступление. У нас как много интересных правоохранительных структур, оперов, опер, понимаете, читал сводку, анализировал и думал. Конечно, это человеческий фактор. Как много оперов, например, в Украине, например, в Грузии, например, в других странах Восточной Европы, она прочитала сводку про убийство Беззубова и вдумалась в это. Я думаю, что мало. То есть мы лишены этой вертикали. Все эти киношные деятели из Интерпола, ну это комедийная ситуация для тех, кто работает и понимает, что такое Интерпол. Это просто почтовый ящик. Там сидят девочки-мальчики на хороших зарплатах, которые просто пересылают документы. Они ни за кем не бегают пистолетами. То есть той девушке на каблуках, на красивом бедре которой там пистолет, и она по крышам, ну как, может быть, рассуждала одна известная особа, да, в действительности, ну нет, ни в Интерполе, нигде тут. Поэтому в отсутствии этой вертикали мы открыты преступному миру всего Евросоюза и плюс еще друзьям Евросоюза. А работают он, наши сотрудники. Далее, что, конечно, может быть, правильно было бы делать, чтобы были в наше время работники полиции, они бы, конечно, это призыв людям, тем, кто проезжал в это время, определиться с временем наблюдения. На следующий день выставить туда 10 полицейских и переписывать все номера машин, которые приезжали в это время. И на следующий день переписывать все номера машин, которые приезжали в это время. И еще этих людей вызывать. Люди сами могут и не пойти. Они могут не знать, на что обратить внимание. Далее, поставив регистратор в автомашину, ты должен соответствовать дату, там, этими нормами, да, зарегистрировать его. Не зарегистрировал, сразу охотно идти в полицию. Защита, да, но сейчас важнее, чем защита жизни. Увы. То есть вы предполагаете, что даже если эти записи у кого-то есть, то ввиду того, что, допустим, этот видеорегистратор в машине не был зарегистрирован, человек, ну, будет опасаться предъявить эти записи полиции, потому что это может вызвать санкции против него. Нет, я не думаю. Не думаю, я просто говорю о глупости всех нашего законодательства. Я говорю о том, что не надо ждать, пока человек придет. Надо выставиться и переписать все номера, и прийти к людям. Не каждый день, но, слава богу, пока еще так расстреливают людей. Ну, видите... Не будем говорить о возможных причинах, не будем говорить о возможных версиях, ничего этого не знаю. Давайте послушаем еще вопрос. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Добрый день, но согласитесь со мной или нет? Ведь очевидно же, что это не сознательная политика, значит, власть имущих, государства, а просто вот отношение к слоям общества. Вот пример приведу. Вот смотрите, значит, грабили машину Бойерса, старшего. Он вышел, застрелил человека, да? Вот мою машину человек ломал, я его поймал, заставил стекла выбирать из машины. И мне же выгребать стекла, то есть, да? И вышли там соседи, отвези его в полицию. Я хотел сам с ним разобраться. Вот я отвез его в полицию, мне в полицию объяснили, что если он пойдет, снимет вот этот, который, значит, мою машину выбил в стекло, значит, если он пойдет, сейчас снимет показания, что у него повреждения телесные, то меня будут таскать. То есть, один может выйти застрелить, а я не могу заставить вычистить стекла из моей машины, которую человек хотел грабить. И вот то, что сейчас происходит, вот все, в совокупности, это же просто вот, как, есть коэффициент, ты прикусь немножко, есть коэффициент джини, это расслоение, да, экономическое, вверх и вниз. И так известь. То есть, одним, вот если, значит, лезли в какую-то квартиру какого-то чиновника, там 10 машин съехалось моментально по звонку, его грабят. И вот будут завтра грабить меня. Ну, грабят тебя и грабят тебя. Ну, если, значит, живо останешься, звони завтра, приходи, напиши заявление. Это сознательная политика государства во всех аспектах. По тому, что этим можно все, а этим нельзя ничего. И вот сейчас еще раз она фраза. Гиргин, вот он, значит, по поводу этого убийства Безумова. Это якобы, значит, возмездие преступников за их деятельность по раскрыванию какой-то организованной преступности. Ну, как можно такой бред говорить? То есть, они так удачно все раскрывают, там можно вспомнить Рибинка, можно вспомнить Бункерса, так удачно все раскрывают, что среди белого дня выезжают, кого-то убивают, чтобы их напугать. Понимаете, какого уровня мышления люди там сидят? И еще раз все-таки возвращаясь к вопросу. Это же сознательная политика государства. За этих мы будем заступаться всеми силами. Попробуй там прикоснись к ним, подойди к этому дому. Вы пройдите мимо дома чиновника несколько раз. Вас уже будут, а что ты здесь ходишь? И можно этих... Это просто социальное расслоение, согласны со мной или нет. Спасибо. Нет, ну, я же начал свое выступление с того, что преступные социальные явления пораздаются социальными причинами. То есть, ну, вот все, что вы сказали, да, это тоже часть социальных причин. Расслоение, обнищание, обогащение, незаконное обогащение, и из-за этого ничего не будет. Более того, это, ну, так сказать, это побудительный мотив иногда прихода во власть. Что-то скрывать. Об этом говорят все. Что это и есть цель прихода во власть отчасти. Есть, наверное, романтики, есть идеалисты. Вот. А в части высказывания господина Гиргенса, ну, я бы так сказал, что именно, повторюсь, использую этот термин снова, альтернативно одаренные люди, очень удобные в политике, потому что можно через таких людей протаскивать любые, ну, идеи, которые уже нужны не так альтернативно одаренным людям в целях личного обогащения и всего остального. Ну, закупка видеорегистраторов в больших масштабах, это, конечно, крупный государственный заказ, может быть. Вот. Конечно, идея о том, что это для того, чтобы показать, убили случайно, почему тогда в этом месте, почему тогда, ну, я не могу это комментировать, это высказывание министра внутренних дел. Ну, одно, конечно, вызывает такой шок, это то, что это происходит демонстративно, это происходит в людном месте, тогда, когда большой поток транспорта, людей, которые едут на улицу, ну, там, на работу, с работой, ну, в смысле, на работу или в школу, там, или еще куда-то. Ну, то есть это не просто так запланировано и произведено. Люсь, вы не правы. Но не против Гиргенса, конечно, я думаю. Вы не правы. Это происходит очень эффективно, потому что они знают реальную ситуацию. Это происходит очень эффективно. Они выследили, дали команду, значит, было наблюдение, остановилась, машина подогналась сюда, остановили. Да, их не волновало демонстративность, не демонстративность. Не было этой целью. Цель была эффективно выполнить свою задачу и открыться. Они это все сделали, понимаете? Потому что у нас нет ни сил, ни средств, потому что у нас нет ни опыта, потому что там должны были быть правильные эксперты. Ну, я не знаю, много чего этих, почему, да? Но в любом случае завтра вот так вот это все не изменится. И даже восстановление Академии полиции послезавтра не раскроет это преступление, к сожалению, да? Мы сейчас расхлебываем, мы обществу все то, что натворили нашей альтернативно озареной политике за эти годы. Ну, я бы сказала, что и даже смысл, мысль о социальном расслоении и такой вот сегрегации в расследовании преступления, она тоже не вполне, может быть, справедлива, потому что никто не знает, в кого рикошетом может попасть эта пуля. Ну, это же... Тут я согласен. Да. Тут я согласен, да. Вот. А насчет видеокамер, ну, поймите. Ну, хорошо, вот поставим и везде видеокамеры, да. Вот. Нет, это правильно, это хорошо, они помогают раскрывать, но они не есть панацея отнюдь, да. Потому что в том лесу, где сжигали эту машину, видеокамеры не было бы и не будет никогда. Ну, да. Ну, поехала она куда-то туда, но где-то они заканчивают эти видеокамеры, и они бесконечно везде. Нет. Заканчиваются, быстренько канистры вытащили внутрь, залили того, чего надо, да, в салон, в пичку бросили и убежали в масках. И что тогда? А теперь вообще все в масках. Очень удобно. Все в масках. Сами все. Михаил, вы еще упомянули, что граница открыта для преступного мира всего Евросоюза и его друзей, и о том, что раньше мы преступность экспортировали, а сейчас она возвращается. Почему она возвращается? Мы стали богаче, и это стало более привлекательным для преступников. Нет, нет, нет. Она возвращается, потому что их оттуда все-таки периодически ловят, там и гонят, выгоняют. То есть соседние страны работают с преступностью? Семью, любимую навестить, а потом не выехать, там ковид-сложности и так далее всякие, да. Ну или ситуация меняется. Там реально же очень много чего закрыто. Ведь на самом деле Европа сейчас немножко другая, нежели это было три года тому назад, когда можно было приехать, жить спокойно, гулять спокойно. Тогда я сейчас тяжелее там встала. Понятно. И потом все-таки есть естественные причины, да. Люди там убирают, я имею в виду преступники, убивают друг друга или в тербу попадают. Новая генерация вырастает и не может туда попасть. Она вынуждена тут удовлетворять свои, так сказать, преступные наклонности. Все на нас в счет. Да. Вот и все. Итак, если резюмировать наш сегодняшний разговор с Михаилом Кесиным, он сводится к тому, что наш эксперт по безопасности предлагает пересмотреть систему быстрого реагирования на преступные действия, в частности перевести дежурные экипажи охранных фирм, которые сейчас каждый подчиняется своему начальству, в какую-то единую систему, а пультовую охрану оставить, так сказать, в частных руках, в то же время обеспечивая оплату лицензии на охраняемые объекты, которые целевым образом перечисляются государственно, ну, Министерство внутренних дел, которое там курирует эту службу, и таким образом создать сети такого слежения, что ли, быстрого реагирования на любые преступные деяния, которые как частных лиц и частных предпринимателей защищают, так и защищают интересы государства, граждан при преступных посягательствах. Так я понимаю, Михаил? Ну, в общих чертах так, да, дело в том, что сегодня патрульные экипажи не защищают интересы общества в целом, они защищают интересы конкретного клиента, тратя на это деньги клиента и ресурс клиента. Раньше это делала абсурды, потом их разогнали, и абсурды самим фактом наличия в городе, на улице полицейской машины с вооруженными людьми уже само по себе есть профилактика. Да, да. Само по себе. Ну, хорошо, мы постараемся эту запись передачи, запись передачи, которая будет в Ютьюбе опубликована буквально на днях, переслать заинтересованным, может быть, политикам, депутатам Сейма, для того, чтобы, может быть, они предприняли какие-то действия законодательного порядка, поскольку и для организации такой структуры быстрого реагирования не нужны изменения в законодательстве и для того, чтобы создать вертикальную структуру оповещения межгосударственную, которой в данный момент, как сказал Михаил, тоже не существует, обмена такими быстрыми данными с соседними государствами и в рамках Евросоюза, и в рамках стран, которые как бы аффилированы в Евросоюз, или подписали договор о безвизовом перемещении, для того, чтобы все-таки система оповещения о таких тяжких преступлениях работала не только в масштабах одной, нашей отдельно взятой, небольшой страны, но и в более широком масштабе, для того, чтобы все-таки преступников этих находить, идентифицировать и обезвреживать, для того, чтобы все мы жили более безопасно и более уверенно. Спасибо Михаилу Хесину за участие в нашей программе, спасибо радиослушателям за звонки, за участие, за заданные вопросы, высказанные мнения. Программу «Подоплека» сегодня провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер в студии Евгений Копеин. Всего доброго, до следующей встречи.